Намасе, дорогие друзья, с вами снова Ярослав Мудроворонцов и Академия Успеха на Позитивной Волне и сайт vedadom.com Продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей, наших клиентов и следующий вопрос, который я хотел бы обсудить сейчас, сидя здесь в Киеве на Крещатике готовясь к Евровидению, которое начнется завтра я решил, вдохновленный этой атмосферой, вам ответить на вопросы немножко темновато, я так понимаю, получается, но ничего В общем, вопрос клиента был следующим Как девушке, взрослой девушке возобновить или возродить свою женскую природу маленькой девочке вот той маленькой девочке, которая была, должна быть в детстве когда, которая училась, должна была учиться гармоничным отношениям с мужчинами на примере с папой вот она стала уже взрослой и понимает, что не все у нее так хорошо и замечательно как она этого бы хотела что ей нужно сделать для того, чтобы возродить вот эту женскую истинную природу для того, чтобы использовать ее в своих отношениях в сегодняшних отношениях с мужчиной Вот такой был вопрос И, в общем-то, ответ, который я предлагаю, заключается в следующем Сначала нужно, наверное, задать себе вопрос задать себе вопрос А что значит проявлять свою женскую природу? Вот женскую природу по тому шаблону, который был у этой девушки, когда она была маленькая Если возьмем идеальное отношение, как это должно быть как должна вести себя взрослая девушка проявляя вот эту женскую энергию опыта, который она получила, будучи маленькой девочкой И вот как ей это, как научиться и она-то осознает, что у нее не хватает этой природы Что ей нужно сделать, как ей возродить вот ту природу женскую, которая была утеряна вот будучи взрослой Наверное, я думаю, изначально нужно задать себе вопрос А, в общем-то, почему была утеряна эта женская природа моя? Что я сделала не так? О, так, получим Супер Что я сделала для того, чтобы потерять это женское начало или чего я не сделала? Да? Вот это, пожалуй, первое, что нужно задать себе И для того, чтобы понять, на чем надо работать Наверное, нужно также иметь шаблон что такое правильная женская природа женское поведение, женская модель вот той маленькой девочке, которую она хочет возродить Какова эта природа? То есть знать, к чему стремиться вот такая, иметь план иметь план, иметь ту конечную цель, к которой я хочу прийти и вот когда я имею эту конечную цель это план цувачив, досягнутый его я тогда уже оцениваюсь тем, что я сегодня имею и разрабатываю план, как к нему идти значит, я предлагаю следующую пошаговую систему это коротко, да значит, привязываясь к, в общем-то, тем основным женским энергиям которые делают женщину женственной берем самое первое самое первое для того, чтобы женщина могла проявить свою женскую природу она должна быть что? правильно, она должна быть защищена первой энергии, первой чакры, первой центра то есть девушка должна чувствовать себя защищенной должна быть защищенной потому что только защищенная девушка может проявить все свои другие способности которые стоят выше этого первого уровня потому что, к примеру, если я, как женщина, не защищена я тогда буду проявлять не женские энергии, а мужские энергии то есть мне нужно защищаться, мне нужно себя обеспечивать и тогда проявлю свою женскую энергию? нет, это то, что сегодня у нас, как правило, происходит с женщиной почему женщины теряют или не успевают приобрести свою женскую энергию? поскольку нет рядом мужской энергии, которая позволит проявиться женской энергии в полной мере а посему, поскольку это одна из причин одна из фундаментальных причин мы идем снизу вверх для того, чтобы начать дереву пустить корни нужно сначала уверенность, надежность, защищенность женщины по фундаментальным энергиям как только женщина стала защищенной тогда у нее может подниматься вторая чакра идем на уровень второй энергии что это? это проявление чувственности, сексуальности, женственности на уровне тактильности на уровне вот этих обоняния, сязания, ощущения окей? но это возможно будет тогда и только тогда когда, опять же, она будет защищена по первому центру, корневому центру окей? итак, мы сейчас подводим итог для того, чтобы женщине начать развивать восстановить свою женскую природу она должна быть самым первым, что защищена должна быть защищена а следующее, поднимаемся выше после этого она сможет и должна развивать свои женские энергии чувственность, сексуальность это нежный голос это чувственность ко всему прекрасному проявление это по-женски окей? поднимаемся дальше исходим из того, основные... сначала я считаю, что мы должны развить основные женские энергии сначала их развить, а потом уже можно будет проявлять то есть сначала просто наполнится для того, чтобы что-то дать мужчине нужно это иметь нужно сосуд наполнить этой женской энергией итак, основа основ была защищенность после этого начинаем женщина может позволить себе развить и наполниться своей женской энергией второго центра следующий центр, который женский, это какой? правильно, сердечная сердечная чувственность это забота, это сострадание это безусловная любовь кстати, четвертый центр это то, откуда начинается вообще духовность это самый первый уровень центра духовности и вот такому большому счастью женщина обладает этим центром уже от рождения если у нас, у мужчины, это несколько в древнейшем состоянии и женщина позволяет нам, помогает нам развить это состояние то у женщины это уже есть и вот это тот второй центр, который ей нужно развивать для того, чтобы наполниться своими женскими энергией окей и следующий основной центр женский это который у него преобладает над всеми остальными это центр третьего глаза шестая чакра шестой центр это интуиция это способности более тонко чувствовать окружающий мир вселенную окей? и вот этот центр тоже женщина должна развивать итак, мы имеем уже три центра которые девушке следует развить наполниться развить и наполниться для того, чтобы потом начать проявлять эти энергии по женскому типу по той схеме, которую проявляла маленькая девочка когда она была в своем чистом истинном женском состоянии да? или должна быть такого если конкретная девушка не имела такого опыта но она знает теперь, как это нужно делать поэтому она наполняется и затем будет проявлять итак, мы сказали, что она должна повторим еще раз значит, самая первая база это должна быть корневая энергия защищенность защищенность женщины не только физическая эмоциональная, психическая обеспечение то есть женщина должна быть спокойна она не должна беспокоиться о будущем о завтрашнем нет она знает, что все хорошо все в шоколаде и ей не нужно беспокоиться об этих мужских энергиях потому что как только этого нет этих базовых функций это те базовые функции которые у нас вшиты по дефолту это защищенность это удовольствие которое мы хотим получать и это обеспечение окей? вот эти базовые функции должны быть у женщины уже существовать тогда она сможет проявлять себя по-женски вторая энергия четвертая и шестая итак, она ими уже наполнилась теперь следующее после того, когда она ими наполнилась что теперь нужно делать? я могу это иметь у меня могут запасы быть куча но они никак не проявляются или проявляются не правильно? да? то есть я могу наполниться женской энергией но проявлять ее все равно по мужскому типу одну и ту же энергию мы можем проявлять скажем энергию чувственности сексуальности или сердечности можно проявлять по мужскому типу и по женскому верно? абсолютно верно поэтому здесь следующая задача я считаю что женщине после того, когда наполнилась этой энергией теперь нужно научиться ей проявлять ее по-женски 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 И вот здесь она должна также иметь шаблон, как это проявлять по-женски. Самый простой пример, такой наглядный. Разница между проявлением, скажем, недовольства. Недовольства по мужскому и по женскому пути. Энергия одна и та же, чувство недовольства. По-женски это будет что? Думаем, думаем, быстренько думаем. Это будет обида, направленная на себя. Должна быть направлена на себя. У мужчины это агрессия. Я готов сорвать, смести все свое пути, чтобы это удовольствие устранить. Так вот, энергия одна и та же. Но для того, чтобы правильно ее проявлять и получать необходимый результат, женщина должна проявлять ее по-женски. И вот здесь стоит следующая задача. Научиться вот эти все энергии проявлять по-женски. Если женщина не знает, как это делать, что нужно делать? Нужно изучить, какие энергии, как это проявляется, та или иная энергия по-женски, какая по-мужски. Например, сексуальная энергия, как проявляется по-женски. Как она проявляется по-мужски, чтобы не путать. Сердечная энергия, энергия чувственности, энергия шестой чакры – это те базовые, мы сказали, те базовые энергии, которые у женщины уже по дефолту, они уже есть. Но мы понимаем, что для того, чтобы проявлять себя полноценно, во всех направлениях, каждый человек, неважно мужчина или женщина, должны наполниться теми энергиями. То есть после того, когда женщина наполнила своими базовыми, тремя энергиями, которые у нее по дефолту уже есть, она должна также освоить те энергии, которые есть еще и другие. То есть у нее вторая, четвертая, шестая. Первая она уже обеспечила. Она уже обеспечена своей безопасностью. Также нужно еще третья, пятая и седьмая. И вот только после этого я считаю, что возможно полноценное проявление своих женских энергий. Полноценная женская энергия. То есть мы говорим, что я наполнилась полноценно, я полноценно наполнилась, и теперь я эти энергии все проявляю по женскому пути. По женскому пути, да? И если у этой девочки не было, скажем, шаблона, не было понимания, как это по-женски, то что нужно сделать ей научиться? И нужно научиться изучить этот шаблон, как это по-женски проявлять ту или иную энергию. Научиться как? На примере, скажем, той образца женственности, скажем, человека, которого ты знаешь. Наблюдать за детишками, наблюдать за девочками, которые гармоничные, которые счастливые, в которых проявляется эта женская энергия, вот это от рождения, как она проявляется, насколько полноценно. Просто наблюдая, изучая, практикуя. Ну и, конечно же, оценкой вашего проявления вот этих энергий в отношениях будет результат. Скажем, если вы замужем, это со своим мужчиной, если вы не замужем, это в отношении со своим папой, братом, другой мужской половиной, ваших родственников и так далее. То есть, как вы добиваетесь жизни всего, вот ваши потребности как реализовываются по-женски. Вот, вы решили там попросить своего мужа, если вы до этого скажете, Вася, зима наступает, поймаешь, ты не видишь, у тебя сапоги у меня протерлись уже, аж поймаешь, купить же надо. Ты мужик или не мужик? Чисто по-мужски, ну, вообще не работает, да? Вы теперь научились это делать по-женски и просите своего супруга, чтобы он купил вам сапоги и смотрите, как он реагирует. То есть, если мужчина, ваш муж при этом, делает это с радостью, без напряжения, с счастливым лицом, эй, значит, у вас все получилось. Да, то есть, ваш партнер – это тест, это зеркало, он отражает то, как вы себя ведете, правильно ли вы себя ведете, окей, по отношению к нему. Если что-то будет не так, он вам об этом скажет, вы это прочувствите, вы видите, правильно или неправильно. Ну, вот, пожалуй, так я думаю для начала. Это основа, с чего нужно начать. Это только начало, это краткое, краткое путеводитель. Конечно же, он более фундаментальный, более основательный, хотя бы, скажем, то, как... Вот вопрос, как правильно проявлять женские энергии, как развивать эти женские энергии. Процесс это более основательный, фундаментальный. И, конечно же, он... Есть общие правила, но он также очень индивидуальный. Это то же самое, как, я не знаю, например, вести здоровый образ жизни. Для кого-то здоровый образ жизни это на велосипеде кататься, для кого-то это бегать, а для кого-то это и бегать, и плавать, и на велосипеде кататься, еще и правильно питаться и так далее. Правильно спать, правильно мыслить, правильно думать. Каждого свой уровень, кто на что, гораздо. Окей, начинаем с маленького, с первого класса, постепенно поднимаемся выше, 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 помятуя о том, что при... на всех этапах развития мы должны получать удовольствие, удовольствие от того, что мы делаем. Если же... И причем это удовольствие, нужно учиться получать до тех пор, до того момента, пока не исчерпалось терпение. Если терпение исчерпалось, и вы не научились получить удовольствие, то здесь будет катастрофа. Будет удовольствие, захочется бросить, никогда больше к этому не возвращаться. Это первый сигнал вам того, что что-то идет не так. То есть надо менять методику, либо, в общем-то, делать все по-другому. Окей? Ну вот, пожалуй, все, друзья. Эй, это был мой краткий ответ на вопрос, как взрослой женщине возродить... возродить модель поведения маленькой девочки, которая умеет общаться с Папой Божески. Больше информации на нашем сайте vedodom.com Академия Успеха. И, друзья, с вами был Ярослав Мудрый Воронцов. Как всегда, хочу пожелать вам любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг, и любовь вернется вам в столице. Запускать будет с вами все то, что вам будет полезно в исполнении своего назначения. Намасте. Намасте.